2 июля в Женеве в рамках 126 сессии Комитета ООН по правам человека делегация Республики Таджикистан по поводу соблюдения прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах выступила с докладом. Правительственную делегацию, в которую входили начальник управления гарантией прав человека, исполнительного аппарата президента Таджикистана Абду Джабор Саттор Зода, уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умет Бобо Зода, замминистра юстиции Таджикистана Шахзуда Нодири, а возглавил ее генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. В ходе своего доклада Юсуф Рахмон заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека. Также он рассказал о борьбе властей с пытками заключенных и задержанных и заявил, что соответствующие структуры во время допросов соблюдают все права задержанных. Оскорблять или унижать задержанного никто не имеет права, заявил он. Генпрокурор Таджикистана также отметил, что в Таджикистане не преследуются религиозные активисты. По его словам, в Таджикистане никто не заставляет мужчин забревать бороду. Более того, он также назвал ложным многочисленные сообщения о том, что стражи порядка насильно снимают сатры и хиджабы с женщин. Наблюдатели отмечают, ни для кого не остается секретом то, как силовики в Таджикистане уже в течение многих лет под пытками фабрикуют уголовные дела в отношении неугодных режиму по религиозным и политическим мотивам. По тем же самым мотивам, тысячи человек, покинувших страну, объявлены в розыск. Правозащитники отмечают, что на сегодняшний день число таджикистанских заключенных, осужденных за политические взгляды и религиозные убеждения превысило 3000 человек. Для сравнения, в 2012 году их количество было около 450 человек. Кроме того, в соцсетях регулярно публикуются сообщения о проведенных рейдах на улицах городов и населенных пунктов страны с целью задержания женщин в исламском одеянии. В стране зафиксированы факты того, что женщина в хиджабе и сатре не разрешает вход в школы, больницы, поликлиники, детсады и другие. Даже на рынках женщин заставляют снимать с себя хиджаб, вследствие чего множество женщин, в том числе находящихся в тяжелом материальном положении, лишились работы.